На кустах с функционально-женским типом цветения необходимо проводить доопыление пуховками вручную или же проводить мероприятия, заменяющие вручное доопыление, то есть обработку гиберелина. Гиберелин это белое кристаллическое вещество, малорастворимое в воде, хорошо растворимое в спирте, малотоксичное для пчел, насекомых и для человека. Было выделено в 1926 году в Японии. Это вещество было выделено из грибка и получило название гиберелина. Это вещество оказалось регулятором роста. Оно влияет на рост плодов растения, на интенсивность роста самого растения, на скорость прорастания семян и еще очень много полезных функций у этого вещества. Гиберелины или гиберелиновые кислоты, они вырабатываются самим растением и присутствуют в каждом растении. Количество гиберелинов влияет на рост плодов. Вырабатываются гиберелины из семян, это в частности в винограде, из виноградных семян. То есть при плохом опылении и плохом оплодотворении ягод, при недоразвитости ягод и семян, количество гиберелинов в ягоде очень низкое. То есть рост ягод слабый и появляется мелкоягодность и горошение. И наоборот, чем крупнее и чем большая общая масса семян в ягоде, тем крупнее и ягод. Таким образом, если внести на ягоду гиберелин, добавить извне, в частности опрыскиванием, то рост ягод резко увеличивается и часто ягода может увеличиваться в размере до 2-2,5 раз. То есть из неопыленных ягод получаются нормальные, полноценные виноградные ягоды. Наиболее отзывчивые на обработке гиберелином бессемянные сорта винограда, кишмиши. Также хорошо поддаются, реагируют на обработку гиберелином сорта с функционально женским типом цветения. Двуполые слабо реагируют на эту обработку. На сортах бессемянных, кишмишных нужно применять гиберелин в концентрации от 50 до 100 мг на литр. На сортах функционально женским типом цветения 50 мг на литр. Наносится раствор гиберелина на соцветие в период полного цветения или через 5-7 дней после окончания цветения. Что дает нанесение гиберелина извне? Увеличивается до двух раз, увеличивается размер ягод, даже бессемян. То есть повышается бессемянность ягод, увеличивается сахаронакопление. И что очень немаловажно, сокращается срок созревания на 5-7 суток. То есть вы можете получать свои ягоды раньше, что очень удобно при реализации ваших ягод на рынках. Очень важным условием при обработке кустов соцветий, в частности гиберелином, является правильное кормление, достаточное кормление ваших кустов. То есть это своевременное и полноценное удобрение кустов, своевременные поливы, кормление микроудобрениями по листу и проведение, естественно, проведение, своевременное проведение зеленых операций. То есть обработка гиберелином ни в коем случае не отменяет проведение агротехнических мероприятий. Даже наоборот. Удобрения, поливы, зеленые операции должны проводиться постоянно и систематически. Должен вас предупредить, что подбор концентрации гиберелинов должен проводиться индивидуально для каждого участка. То есть одной концентрации вы опрыскиваете 2-3-4 соцветия, другой концентрации еще столько же. А затем смотрите на результаты и делаете выводы. Потому что несоблюдение концентрации или даже ее превышение может дать очень плохие, противоположные результаты. Может быть появится и мелкая ягодность, и горошение. При превышении концентрации происходит одревеснение гребня, грозди и уменьшается усилие на отрыв. То есть пока вы довезете свои грозди до места реализации, половина ягод может осыпаться. То есть это мероприятие, которое требует большого внимания. В следующий раз, в следующем видео я покажу вам, как мы обрабатываем соцветия на сорте флора, он же лора. Субтитры создавал DimaTorzok